всем привет друзья с вами варчик и в этом видео я постараюсь изменить ситуацию в рандоме хоть насколько это возможно чтобы было лучше и приятнее нам всем с вами играть поскольку последнее время уже ну просто надоело смотреть как люди постоянно ошибаются сливают бои и бои получаются не интересные и просто играть ну не очень абсолютно не очень поэтому в этом видео я расскажу самые часто встречающиеся ошибки в рандоме от вас требуется что досмотреть это видео до конца для того чтобы youtube начал предлагать это видео остальным танкистам сам а также от вас еще требуется комментарий обязательно чтобы создать движуха под видосом лайк и конечно же нужно репостить этот видосик и рекомендовать своим друзьям таким образом мы создадим такую ситуацию что это видео реально повлияет на рандом если наберет много просмотров и мы с вами сможем повлиять на ситуацию и сделать рандом адекватнее просто не делая максимально глупые ошибки которые ну просто каждый бой и бои становятся абсолютно не интересными из-за этого из-за того что люди просто прям сразу играют на поражение и умирают буквально с нулем сразу же и боя нету толком никакого сейчас я расскажу что нельзя делать на каждой карте чтобы бои у вас были лучше чтобы вы лучше играли и рандом стал приятнее самая основная ошибка на этой карте это агрессировать самого начала если вы будете на карте аэродром играть агрессивно вы будете сливаться со временем в вашей команде будет меньше танчиков и та команда которая никуда не ехала не атаковала получит преимущество и в итоге поедет в атаку добивать врагов то есть как ни странно на этой карте нужно занять балкончики занять насыпи в центре карты поджаться на центре всякими лтшками для того чтобы светить и позанимать камешки возле воды и не вылазить просто ждать ошибки врага это самое основное при каждом выезде в основные проезды вы будете получать пиздюлину от птшки в итоге вы быстро закончитесь также еще арта становится по краям карты и накидывает перекрестным за укрытие поэтому нужно запомнить сколько арт в бою и с какой стороны она стреляет чтобы не подставляться под ту сторону теперь карта westfield основная проблема этой карты в том что нижний респ имеет хуже опорную позицию для того чтобы прикрывать союзников в углу на фланге для ст-шек и лт-шек чем вражеский верхний респ это проявляется тем что если вы едете в этот угол карты то вам нужно сразу проезжать до самого конца занимать холмик играть от башенки или проезжать в канавку в угол карты играть здесь от куста и рельефика и не оставаться здесь здесь недостаточно укрытия чтобы спрятаться сразу с двух сторон если враги займут и центр и угол карты здесь танки не выживут никак а вот если нижний респ займет центр что бывает не так уж и часто и угол карты то здесь будет укрытие так чтобы спрятаться одновременно и от центра и от угла поэтому чаще всего здесь танки просто подставляются и тупо умирают мало того что холмик ниже так еще и сзади ничего нет тут нету сзади укрытия а здесь есть мост поэтому этот респ дисбалансный и либо и вы вообще не едете на этот фланг либо едете сразу до конца но если враги видно что сюда едут то нужно ехать до конца конечно вы будете на перекатке терять хп но лучше тогда вообще не ехать а поехать на фланг для тяжелых танков и от башни всех там убивать либо разыгрывать деревушку теперь карта границы империи проблема этой карты в следующем если мы взглянем на нее сверху то поймем что артиллерия с верхнего респа плохо прокидывает по объездной вокруг горы где часто бодаются тяжики здесь мешает скала чтобы сюда закидывать и это скала тоже мешает чтобы сюда стрелять иногда артиллерия становится сюда чтобы закидывать вот сюда но хорошо артиллерия прокидывает вот этот вот поворотик где можно от башенки убивать поднимающиеся вверх танчики с верхнего респа первая проблема в том что арта с верхнего респа лучше по объездной прокидывает танки здесь скала не мешает арте стрелять и сюда тоже арта закидывает с этого респа арта сюда не закидывает и сюда тоже ей тяжело прокидывать то есть здесь в этом углу дисбаланс по артиллерии в пользу нижнего респа также у нижнего респа еще лучше выезд наверх на центр карты это в принципе основное направление которое легче выиграть на нижнем респе верхнему же респу при подъеме вверх очень тяжело выехать потому что с нижнего респа можно объехать по краюшку чтобы отсюда не стреляла пт-шка потому что вот это простреливается пт-шкой центральный камень чтобы пт-шка не прокидывала можно проехать по краю и убивать от башни танки которые поднимаются вверх основная проблема в том что если сюда едет мало танков с верхнего респа лучше вообще сюда не ехать а поиграть по объездной поскольку при выезде наверх вас будут убивать отсюда от башни а здесь танки просто будут агриться вам в лицо и вы будете в перекрестном умирать верхний респ может выехать вверх только в одном случае безопасно и нормально только если с другой стороны стены на центр заедут союзники и вы будете заезжать с двух сторон одновременно и выдавите врагов назад только так вы сможете сюда подняться если отсюда союзники не заезжают лучше вообще сюда не ехать вас с двух сторон расстреляют и вы здесь умрете самом начале боя если сюда мало танков едет и с другой стороны стены никто не едет лучше играть объездную что касаемо дальнего фланга который похож просто там на ущелье какое-то и туда много слабых игроков едет он не имеет никакого смысла потому что он очень далеко там это просто затычка где люди приезжают затыкаются тут и стоят может быть они что-то там продавили но это в целом тот фланг на бой не влияет основная заруба происходит здесь следующая карта линия маннергейма самая распространенная ошибка на этой карте для нижнего респа в том что танки которые едут с базы отъезжая от базы они вот здесь появляются они едут по полю вперед здесь ездить вообще нельзя потому что частенько с верхнего респа приезжает лтшка и подсвечивает вашу перекатку также еще отсюда быстрые стэшки могут тоже подсветить вы будете ехать в свету вам будет накидывать арта а когда вы подъедете ближе вы приедете в самую плохую позицию на карте очень часто тяжи с нижнего респа подъезжают вот сюда и здесь разыгрывают против вражеских танчиков это самая плохая позиция на этой карте хуже нее нету вообще ничего во первых вам накидывают с вражеского балкончика птшки во вторых вы не приехали на основное направление остались здесь в итоге через время продавят враги возле воды низинку и выйдут здесь будут вас убивать от башни вы ничего не сделаете в этой позиции вас просто выйдут убьют от башни также следующая самая распространенная ошибка на линии маннергейма это играть самого начала вверх верхний вот этот вот ярус он не нужен в начале игры вообще все кто его разыгрывают сливают бой сразу же что с одного респа что с другого потому что и проиграв нижний ярус вы сразу же автоматически остаетесь вверху без укрытия и вас любого респа просто выезжают из любой канавки по абсолютно из любой и убивают от башни а вы стоите целиком без укрытия вас просто легко убивают самое главное здесь выиграть низинку поэтому если вы едете играть активно сразу ныряйте в низину и здесь вот на поворотике на основном бодайтесь врагами от бортика там от башни или если вы танк поддержки из-за спин союзников наказываете врагов в тот момент когда они на перезарядке или подставляются или отвлекаются также еще можно с нижнего респа поиграть от башенки вот здесь а с верхнего респа если вы продавили это направление можно безопасно в под водой проехать вот сюда для этого нужно уметь ездить по наклонным поверхностям в картошке грубо говоря чтобы ехать по очень наклоненным поверхностям world of tanks нужно поворачивать танк влево вправо с периодичностью в секунду примерно но это нужно тренироваться в начале вы будете очень часто топиться но физика так устроена что во время поворота танк не падает и не скользит вниз поэтому вы должны всегда танк поворачивать влево вправо влево вправо но если вы слишком сильно повернете то танк будет наклонен настолько сильно что в физике заложено что если ваш танк едет на слишком высокий рельеф у него глохнет двигатель и он катится вниз поэтому тут нужно держать баланс между тем чтобы ваш танк всегда находился в режиме поворачивает и не сильно наклонился так чтобы двигатель не заглох но это нужно тренироваться проблема основная в том что те кто играют вверх сливают бой и вот эта позиция самая плохая на карте ее нельзя играть затерянный город самая большая проблема в этой карте находится на режиме встречный бой во время встречного боя команды появляются в углу карты с одной и с другой стороны база находится в городе и очень часто танчики особенно тяжелые едут просто прямо с одной и с другой стороны в то время как эстэшки могут занять здесь позиции в корабликах там есть кусты есть бугорки элтэшки могут подсветить и сами эстэшки тоже могут подсветить в итоге до города тяжи могут не доехать что с одного респа что с другого поэтому если вы играете эту карту на жирных тяжелых танках на медленных попробуйте лучше просто объехать до середины и потом безопасно въехать в город и там уже на своих активных позициях от башенки рубиться с врагами так вы доедете до города и не сдохните в начале а если вы не сдохли в начале то бой уже будет адекватный а не турбо следующая самая распространенная ошибка на карте карелия в режиме штурм команда которая защищается едет на правый фланг и видит что здесь мало врагов подъезжает в атаку атакуя врагов под камень поджимается под этот камешек под бункер поджимается и они просто бесплатно умирает потому что из базы с балкончика команда атакующая просто разбирает бесплатно в бортину а мы не имеем здесь укрытие потому что нам нужно иметь укрытие с левой стороны и спереди одновременно не под бункером не под камнем вы не получите защиты сразу с обеих сторон поэтому ехать вперед нужно только в одном случае если мы поедем все кучей здесь мало врагов мы доедем их убьем быстро и поедем дальше и у нас уже очень большое преимущество настолько что мы даже ничего не заметим либо если лтшка светит вражеский балкончик и они не могут по нам отрабатывать также победил это направление не значит что нужно ехать сломая голову в атаку дальше наша задача защищать базу если другой фланг мы проиграли то в атаку ехать не нужно особенно на медленных танках наша с приоритетная задача защитить базу поехав в атаку на медленном танке мы не успеем защитить базу проиграем бой поэтому самая распространенная ошибка в защите на карелии это когда едут в атаку танки которые должны защищать базу допустим у нас стандартный бой обе команды появляются у себя по краям карты на горе и едут играть это направление здесь есть такие вот штаны здесь есть вверху такой вот балкончик два заезда и посередине скала также внизу два камешка и такая вот ямка вокруг какая проблема здесь существует если в начале боя быстрые танки заехали на гору допустим с левого респа то с правого респа нельзя ехать вниз они сверху вас бесплатно от башни убьют то же самое и наоборот если с правого респа враги заехали на горку то с левого респа нельзя ехать вниз вы умрете бесплатно здесь везде если вы проиграли штаны наверх враги туда забрались здесь находиться внизу нельзя вообще следующая ошибка которая часто встречается это если мы проиграли и вверх штанов и низ штанов и нас выдавливают и снизу от башенки в нас стреляют и сверху очень часто танки остаются вот здесь за камнем их там убивают через куст блайндами картой засыпают убивают вы здесь не выживете проиграли штаны проиграли низ отъедьте назад здесь есть канал к где можно играть от башни если вы бронированный танк становитесь здесь и играйте как затычка заткнули собой это направление и враги не могут продавить его вы стоите от башни не нужно проиграл штаны оставаться здесь впереди не нужно здесь поворот играть не нужно играть этот камень нужно отъехать назад и играть каналу если вы проиграете это направление сзади уже ваша база и танки которые поехали на левое направление они уже могут не успеть вернуться и если враги займут базу наверху то они от башни будут убивать тех кто будет возвращаться и вы все уже проиграли бой а те танки которые не могут здесь в канавке играть они должны отъехать назад и прикрывать с далека из камней из бункера прикрывать это направление и стрелять еще и по балкончику с другого респа в принципе то же самое дальше карта ласвель если сверху на эту карту посмотреть то базы находятся возле ущелья на ласвеле ошибки очень простые ехать в ущелье на лтшке не нужно там танки бодаются друг с другом впритык все само светится на лт там делать нечего основная задача легких танков это посвятить перекатке обоих рис пол в город это можно сделать возле воды внизу под городом здесь есть камни с кустами дома с кустами можно подсветить перекатки в начале боя получить во первых информацию сколько танков едет в город во вторых получить преимущество от птшек которые могут стрелять в начале этой кишки центральной по тем кто перекатывается в город в то же самое время те люди которые едут в город они должны заняться тем чтобы безопасно туда доехать не нужно на медленных танках ехать близко к воде вас пересветят вражеские лтшки и вы не доедете даже здесь по верху ехать в город не нужно здесь даже специально канавки сделали по краюшку карты едете по самому краю безопасно доезжайте до города и в городе уже перестреливаетесь от уголков домов и если вы танк поддержки то от спин союзников дальше у нас карта overlord проблема этой карты следующая если много танков спускается вниз на пляж и долго там стоят они не влияют на исход боя исход боя строится у нас сверху если танки долго стоят внизу они не влияют на бой вообще если вы поехали на тяже вниз и видите что там есть преимущество лучше получить пару лишних тычек быстрее продавить и как можно быстрее подниматься вверх что с одного респа что с другого если вы видите что здесь будет очень долгий бой и вы не можете быстро здесь что-то накидывать то возможно стоит вернуться и разыгрывать вверх и в целом низ стоит играть только в том случае если вы уверены что продавите его быстро если в бою много арты она вся будет стрелять сюда и туда лучше не ехать вообще если арты мало и вы уверены в своих силах вы можете попробовать внизу быстро все продавить и как можно быстрее подниматься наверх с вражеской стороны либо союзной если враги уже доехали до вашей базы но самая основная проблема этой карты в том что низ почти никогда не влияет на исход боя вся победа строится сверху кто выигрывает вверх тот и побеждает бой потому что снизу очень долго подниматься вверх и те кто находится вверху могут бесплатно от башни убивать тех кто находится внизу и выезжать с этих каналов с пляжика и так самые распространенные ошибки на карте прохоровка это когда птшки практически все стоят вот здесь на аллее на дороге в кустах и ждут с моря погоды танки на центре очень часто выкатываются от башни поиграть если нету артиллерии в бою если же есть конечно не не так жестко вылазит но если нету то очень жестко отсюда просто ничего не видно во первых спереди бугры мешают во вторых центра тоже бугры мешают стрелять когда вы находите здесь на бугорке в кустике вам и на аллею легче стрелять потому что вы сверху стреляете вам бугры не мешают и на центр легче попасть вот здесь стоять кем перить смысла нету это бред полный по пол команды вот здесь становится что вы там стоите там же яма вы с ямы по буграм стреляете вы нормальные вот вам сделали позицию хорошую можете деревьев тут навалить чтоб еще веселей было в кустах стоять еще одна несправедливость этой карты заключается в том что с нижнего респа здесь кустиков практически никаких нету чтобы с холмика накидывать по центру и по аллее но можно за картой фугасом от земли завалить дерево она упадет и вас куст будет вот такого размера вы с него сможете стрелять более безопасно чем без него ну и последняя ошибка на карте прохоров к заключается в том что если в бою много лт-шек они могут чуть ли не вдвоем просто поехать на гору и становиться и светить одно и то же если вы на прохоровке играете на легком танке ваша первоочередная задача не поехать туда куда уже едет одна из ваших лт-шек вдвоем светить одно и то же на всех картах картошки нет смысла лучше придумать в голове что можно посвятить еще все карты картохи однотипная помойка центр левый фланг правый фланг если на центре лт-шка уже есть поедьте на правый фланг если и здесь лт-шка есть поедьте на левый фланг не нужно втроем ехать в одну дыру и светить друг друга вы лишаете свою команду глаз так же вы еще не светите врагов значит они перестают бояться на фланге и могут задавить ваших союзников в кустах и вражеская лт-шка может их пересветить и просто легко сделать победу другая ситуация если на прохоровке мало лт-шек не нужно ехать на гору там близкое расстояние враги сами друг друга посветят если вы единственная лт-шка в бою либо остальные лт-шки сдохли то лучше центр посветить или аллею потому что вы бросаете своих союзников и они просто стоят здесь в плохой позиции без обзора не видят врагов и просто ждут когда их подсветят и убьют за один раз пока вы занимаетесь ничем такое происходит очень часто так же на прохоровке на лт-шке не нужно рисковать занимать самые жесткие кусты особенно с верхнего респа очень часто лт-шка едет куда-то вот сюда или вот сюда в самом начале боя с нижнего респа лт-шка из кустика всегда пересвечивает верхнюю лт-шку с верхнего респа никогда с верхнего респа лт-шка никуда не доезжает это бывает крайне редко только если лт-шка с нижнего респа просто не поехала контрить вражескую лт практически всегда с этого респа быстрые танки едут контрить заезд в куст поэтому не спешите займите какой-то более безопасный куст или просто прокатитесь не спешите заезжать в самый жесткий куст типа а вдруг повезет я сейчас на свечу не доехал сдох все ваша команда без глаз и это уже практически поражение нужно на лт на этой карте жить как можно дольше до самого конца и светить своим союзником а не самому себе дальше карта редшер самая основная проблема этой карты в том что верхний респ на редшере практически всегда проигрывает и он просто слабый самая опасная дырка на карте это вот это и здесь практически половина тяжей всегда на перекатке умирает кто-то здесь умудряется вперед-назад покататься кто-то здесь просто в свету занимается черти чем и не понимает что их будут убивать с центра и это происходит уже много лет на этот фланг заехать и нормально пободаться с врагами крайне тяжело также когда заезжаешь внутрь дирижабля то вражеская артиллерия начинает сюда спокойно накидывать потому что никаких укрытий здесь нету здесь тупо дыра играть с этого респа на тяжелом танке крайне тяжело неприятно и тупо дисбаланс раньше на некоторых старых картах была такая проблема что карта игралась по кругу танчики становились с разных концов карты и просто стояли сейчас бои настолько быстро что все едут в мясо и умирают по большому счету редшер как одна из самых тупорылых старых карт дисбалансных тоже должен играться по кругу против часовой стрелки если сверху взглянуть на редшер то для верхнего респа ехать к дирижаблю вообще смысла никакого нету потому что проезжая вот этот вот холмик и речку мы получается просто в прямом простреле у центра и нас тупо убивают в бочину также еще нам арта сюда накидывает также еще и мы даже не доехали до позиций которые тоже простреливаются артой смысла вот в этом фланге для верхнего респа нету никакого можно очень легко задефить свою базу стоя на красной линии в камнях и на центре играя от кустиков на верхней базе вообще лучше всего ехать в замок играть в замке здесь в канаве через канаву пересвечивать центр забирать замок и получил преимущество в замке выиграл его пробовать проезжать в край карты из края карты убивать центр таким образом мы будем играть левую часть карты нижний респ будет играть правую часть карты правая часть карты легко дефится на базе тоже с бугорков и кустиков на дирижабле с бугра и здесь тоже можно поджать верхнюю базу и таким образом нормальные позиции находятся для нижнего респа справа для верхнего респа слева у меня такое ощущение что на этой карте просто базы вообще не в тех местах стоят их нужно поставить либо по углам карты либо вообще поперек потому что в тех местах где сейчас базы находятся танкисты едут в невыгодные для себя позиции с одного респа и выгодные для другого но разработчики за столько лет на этой карте ни черта не сделали никакого баланса за столько лет на этой карте не было исправлено а сами танкисты как годами ехали на невыгодный для себя фланг так и едут половина тяжей сразу умирает в самом начале в тот момент когда для верхнего респа выиграв замок очень легко победить последняя карта которую мы рассмотрим это студянки на студянках очень часто танкисты прям с самого начала становятся на начальный бугорочек с кустами в начале можно пострелять по лтшкам которые катаются по полю но зачем потом сидеть в этом кусту на базе непонятно почему я не могу это понять потому что круг отрисовки не достает до вражеского бугра никуда не достает и вам некуда стрелять с этого места и у врагов то же самое в начале может быть и есть смысл что-то куда-то отстрелять если вы играете на быстрые птшки если вы играете на медленной бронированной технике вам нужно ехать либо в завод на центре карты либо деревушку на фланге та команда у которой много танков стоит в начале на базе на этом холмике стоит и ждет когда проиграет враги продавят одно направление или другое направление подсветят вас здесь и убьют в итоге если вы стоите на базе и ни черта не делаете и это встречается очень часто когда команда просто тут стоит вы должны ехать либо в деревушку играть на повороте как домиков от кустиков встречать врагов что с одной стороны что с другой либо должны ехать бодаться в заводе от башенки если она у вас крепкая либо ехать в окружную и если вы быстрый башенный танк занимать позицию там с краю на холмике или становиться на железке и простреливать тяжей в заводе так же еще в деревне на красной линии в углу можно с одной и с другой стороны на ватных птшках встать и прикрывать деревню вот такие вот ошибки в рандоме встречаются тупо каждый бой они раздражают тем что из-за этого бои просто никакущие получаются одна из команд которая делает то что я говорю проигрывает буквально в ноль не нужно так ошибаться и для того чтобы рандом стал лучше нужно чтобы как можно больше танкистов увидела это видео ставьте лайки пишите комментарии делайте репосты рекомендуйте это видео своим друзьям это не какие-то там разборы карт глобальные как я сделаю когда-нибудь потом это просто самые противные ошибки которые портят все бои поэтому они меня просто аж раздражают я хочу чтобы их не было в рандоме ибо и стали лучше с вами был варчик играйте красиво всем пока 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 пока